Уже в течение 10 лет в БГТУ имени Шухова существует институт дистанционного образования, собравший в себе все самые передовые технологии современного высшего образования. Разработанная и применяемая здесь модель открытой образовательной среды делает процесс обучения доступным, удобным и высококачественным. Об успехе этой модели говорят такие факты, как увеличившееся количество выпускников института и расширение региональной сети. Сейчас институт имеет свои информационно-методические центры в 40 областях России и на данный момент более 3000 человек получили здесь высшее образование. Набор ведется по трем программам подготовки специалистов, 17 направлениям подготовки бакалавров и 11 магистров, то есть почти по всем направлениям, существующим в университете. С 2008 года обучение проходит на английском языке, а в декабре 2010 выпустились первые магистры-иностранцы. Преимущество дистанционного образования перед классическим заочным очевидным. Прежде всего это интерактивность. Студент всегда на связи со своим преподавателем, причем из любой точки земного шара. Кроме того, постоянное обновление информации, гибкий учебный график, возможность выбора личного образовательного алгоритма. Многоуровневое учебно-методическое обеспечение. Все это позволяет сделать высшее образование доступным для широкого круга людей, разного возраста и социального положения, сохранив высокий уровень качества знаний. Наше дистанционное образование предлагает очень много специальностей, которые вы можете выбрать, и также очень много форм обучения, такие как полное обучение на 6 лет, на 3,5 года ускоренное обучение. Оно удобно своей небольшой ценой и тем, что вы занимаетесь без отрыва от производства. Таким образом, в параллели работы и получая высшее образование, вы экономите кучу времени. На пятом курсе поступил на второй высшее, и, соответственно, это позволяло мне параллельно получать два образования, когда я уже определился с местом работы. И, соответственно, после того, когда я уже пошел работать, это позволяло мне в удобное время, если у меня получалось, приходить в течение рабочего дня на выходных и сдавать или иные предметы, посещать лекции. Соответственно, это позволяет просто намного оперативней, то есть, допустим, если человек учится и требуется повысить свою квалификацию, это незаменимая форма обучения, которая позволяет без отрыва от работы, от производства повышать свой уровень. Интерактивность процесса обучения подчеркивает и сформированная глобальная электронная библиотека учебных ресурсов. Также регулярные видеоконференции, видеолекции, семинары. Все это позволяет в режиме реального времени поработать преподавателю и студенту, решать актуальные текущие вопросы. Дистанционное обучение сегодня – это очень удобно, выгодно, качественно, доступно для многих жителей нашей страны, даже удаленной территории от нашего университета, от нашего города. Хочу поздравить с 10-летним юбилеем всех сотрудников Института дистанционного образования. Это профессиональные, конструктивные люди с хорошим, правильным подходом к своему делу с ними. С ними всегда очень приятно работать, потому что они очень много делают для того, чтобы продвигать наш университет на образовательном пространстве как нашей страны, так и ближнего зарубежья. Качественное образование с современными технологиями. Этот принцип в Институте используют предельно успешно. Большая часть мировых образовательных систем, применяющих методы дистанционного обучения, базируются на инновационных информационных технологиях и ресурсах сети интернет. У Института несколько сайтов, в том числе и на английском языке, страницы в социальных сетях. Впереди новые планы развития, нацеленные на полную реализацию концепции индивидуализированного образования в высшей школе. Одной из линии стратегии развития является развитие программ дополнительного профобразования, то есть создание полноценной, многоуровневой системы открытого образования. Именно открытого, общедоступного образования, ориентированного на потребности потребителя в том или ином регионе страны, на социальный уровень наших граждан, на необходимость практикоориентированного обучения, необходимость реализации тех проблем, которые существуют в конкретном регионе, устранения тех потребностей, которые существуют в регионе. Редактор субтитров А.Семкин